Здравствуйте, меня зовут Мария Чемберлен, и это наша нишевая программа о культурной жизни. Мы не всегда рассказываем о мейнстримных событиях, но всегда о тех, которые заслуживают внимания. И сегодня мы поговорим о мюзикле, кинофестивале и о фольклорной традиции в джазовой классической музыке. И в нашей театральной рубрике «Бутерброд в Антракте» у меня замечательный актёр, звезда театра мюзикла Марат Драхимов. Марат, добрый день. Добрый. Вы из Башкирии? Да. Вот у нас башкирский меньшиков, башкирский дебров, можно сказать. Кем вы только не называли. На самом деле Башкирия – родина певцов. Что вы смеётесь? Вы же прекрасный певец. Да, не только я. Каких вы знаете самых известных башкирских певцов? Давайте вспомним. Идрис Газиев, Радик Гореев. Не, я знаю попроще. Земфира и Ильдар Абдразаков. Я ещё не дошёл. Да, потом, конечно, Земфира, Юрий Шевчук. Он тоже уфимец. А, да? Да, он не башкир, но он уфимец. Да. Кстати, знаете, как разшифруется? Юрий Шевчук по-башкирски как будет? Нет, нет. Детский дом творчества. Они там начинают. Да. А я думала, там какая-то… Это версия Уфы. Ага. Потом, как все говорили, что это там типа Дуста какого-то, который раньше назывался ДДТ. Я, кстати, никогда не задумывала, что это значит. Вот эта версия Уфы, она может быть неправильная, но в Уфе все считают так. И песни у них такие детские, детские. А Марат родился в селе, можно я это произнесу? Да, Иссенгулова. Зианчуринского района. Зианчуринского? Зианчуринского района Башкортостана в музыкальной семье. То есть у вас все пели и играли. Да. У меня не было выбора вообще. Ах, нет, нет. Хотелся человек строителям, не дали, понимаете, не дали. Нет, мне просто, да, не получилось. Мама была преподавателем в музыкальной школе. Она заканчивала два факультета, вокальный и хора дирижерский. Естественно, в хоре вела все возможные коллективы. У нее были там звания народные. Мужские коллективы, женские коллективы. Огромный хор. Вот это вот все вот кипело. А дома был малый сводный хор, да? Да, дома был абсолютно правильный. Малый сводный хор. Папа, он вот прям вот активно в этом во всем участвовал. Вот он и танцевать ходил, и петь ходил во все кружки, в которые была мама. Ну, естественно, ради только одного, чтобы сначала понравиться маме, жениться на ней. Но когда все уже... А потом музыка их связала. Да, музыка их связала, и они уже вместе были так по жизни очень долго. Я всегда говорила, музицируйте дома. Это очень полезно во всех смыслах. Да, вот и сестра, которая старше меня, на три года, Гузель, она тоже закончила, как я, музыкальную школу. Потом пошли в музыкальное училище. Потом она поступила в Уфимское училище искусств. Это наша консерватория. Которую вы и закончили тоже, да? Нет, я его не заканчивал. Я заканчивал в Уфимское училище искусств, которое как раз Земфира тоже заканчивало. Вы там с ней не пересекались? Я выпустился, она поступила. Поступила она, кстати, по фортепиано. Она училась у моей тети. Это жена моего двоюродного брата. Башкирия маленькая, маленькая. Я этим очень горжусь. Это же здорово. Я вообще всегда за локальность. Вот когда вот твой дом, твой район, и ты это чувствуешь, поддерживаешь, это прекрасно. Ну так вот, и мы, когда собирались все вместе, они очень любили путешествовать, у нас отец такой путешественник был, вот, машину и проделывали огромные расстояния на маленьком Запорожце. Потом Запорожье сменило «Жигули». Дайте выгадаю, вы пели всю дорогу, потому что не было музыкального приёмника? Да, радио не было. Мы всё время пели. Что вы пели? Все песни советских лет, то что знали родители, то и знали мы. Мы красные кавалеристы и краны. Каховка-каховка, забота у меня простая. Проезжали там Донецк, пели о донецких шахтах. Проезжали Грузию, пели от Тбилисона. Вот, в общем, абсолютно, да. В общем, на 3-4 голоса это вот. Вот такое оно, детство звезды музыкла. Потом мы поступили в ГИТИС к Александру Тителю. Тителю. Да, Тителю. Тителю и Игорь Тесулович. Два мастера. Прекрасный мастер, да, и драматические, музыкальные. И, собственно, вы играли практически во всех знаменитых московских мюзиклах. Ну, не во всех. Кошки, Мама Мия, Красавица Чудовище, всё, Золушки. И вот сегодня, собственно, тема нашей встречи. Вы играете с Ведригайловой в «Преступление и наказание». Это последняя премьера, да, в вашем театре? Я ввёлся в эту дату. Дело в том, что основная роль у меня такой есть персонаж, уличный музыкант, гармонист. Шарманщик у нас тут уже был, да, она рассказывала нам. Да, шарманщик есть, да, вот есть ещё уличный гармонист. Это как бы две, это два человека, которые ведут весь спектакль. Голос народа такой. Да, вот если шарманщик – это духовная связь с Богом, который рассказывает и несёт историю духовную, на что человек способен, какие заповеди творцом даны людям, что нельзя нарушать и так далее, то гармонист, он такой человек конкретно от народа. Он у нас решён как… у нас просто преступление и наказание, оно перенесено в конец XX века. Вот. И он такой бывший афганец со шрамами на лице, он в десантной фуражке сидит с медалью и на гармошке рассказывает о том, что происходит, комментирует. Как бы такой греческий хор. Третьи сутки под Кандагаром, вот это всё. Нет, нет, конкретно вот тут в переходе по соседству старушка деньги в рост даёт, она берёт ужасный процент, ну, прямо сказать, как волксовцы, скажем так. Вот такие вот моменты. Так, но Свидригалов – это совсем другая история. Свидригалов – это абсолютно другая история. Это же… Абсолютно, да, абсолютно другая история. Несмотря на то, что она у нас в спектакле, ну, не так сильно прописана, как в романе, потому что уложить в формат мюзикла весь огромный том, книгу Достоевского, ну, невозможно. Поэтому многие линии были упрощены, а какие-то линии были просто убраны. Вот, поэтому у нас, сейчас, если не соврать, три сцены у Свидригалова всего, но какие. Вот, они очень хорошие, они очень интересно написаны, с очень интересной музыкой. Вот. Говорят, там очень сложные вокальные партии. Сложные. Артемьев. Сложные, не только вокальные партии, но и сложная музыка. Но, скажу так, те, кто заинтересовались, допустим, и пошли на второй, на третий, они реально подсаживаются на это. Они ходят уже… Я вижу… Есть постоянные зрители преступления наказания. Интересно. Есть, есть, есть. Им очень это нравится. Несмотря на тяжёлую тематику, она такая… Потому что, вот, есть, как бы, когда вы читаете роман и погружаетесь вот в этот мир, тяжёлый мир, мир страдания, ты понимаешь, что это было в 19 веке. Это где-то очень далеко. Когда ты приходишь к нам, ты понимаешь, что ничего не изменилось. Всё рядом, да. Всё рядом, это про тебя. И ты понимаешь, что вот не каждый способен опять в это погрузиться. Ну, вот, знаете, из-за этого любят, мне кажется, Достоевского, в частности, на Западе очень. Потому что они читают это, переведено в современном ещё английский языком, они читают это просто как детектив про себя. И в этом смысле, может быть, постановка поедет куда-то на Запад, будет английская версия. Мы очень на это надеемся, держим кулаки. Мы очень хотим, как бы, да, и переговоры ведутся, я знаю. Вот, но есть очень много «но». Во-первых, кризис – это раз. Во-вторых, невероятно тяжёлые декорации. Очень тяжёлые. К нам приехал где-то… Вы там половину Петербурга, что ли, перенесли на сцену? Приходите, всё увидите. Рассказывайте. Кстати, до 19 июня, те, кто постоянные зрители «Преступление и наказание», и новички могут увидеть Марата в этой роли как раз, Светри Гайлова. И те самые огромные декорации тоже понаблюдать. Да. Вот, возвращаясь к Светри Гайлову. Образ сам по себе очень сложный, и его нужно, ну, ярко и многогранно показать, точно показать в этих трёх сценах, в трёх сценах. Вот. Потому что у Достоевского ничего просто так, одноплановых героев не бывает. У них всегда 3-4-5 слоёв. Вот. Ну, изначально мы знаем, что он развратник, он педофил практически. Он там развращает девочек маленьких от 15. Ну, у нас в романсе прям он поёт об этом, что ему нравятся девочки 15 лет. Вот. И его моральные устои совершенно не мучают. Он даже подвёл к этому свою, так сказать, философскую основу. Разврат, по крайности, природен. Так природа нас задумала. Ну, Достоевского там же через одного все беса практически. Да. Вот. При этом, при всём, ну, по роману мы знаем, что он претерпевает определённые изменения. И он пытается помочь Соне, да, у которой там по ситуации просто полный тупик. То есть погибает Мармеладов, денег нет ни на кого, она на панели, маленькие, значит, братья-сёстры. И плюс к тому ещё и мачеха, да, тоже погибает. Сходит с ума и так далее. В общем, ну, практически никто не может... Дети остаются одни. Надо как-то их содержать. Она, будучи проституткой, она вытащить их не может всё равно. Их нужно обучение как-то. И Свидригайлов даёт деньги. Он говорит, я даю её там в завещание, по которым дети могут продолжить свою, так сказать, и безбедно прожить, и получить образование. И то же самое она может закончить со своей вот этой тяжёлой жизнью, зарабатыванием денег. Как вы себя чувствуете в такой вот глубокой всё-таки драматической роли? Потому что вы же играли в мюзиклах такие, ну, более светлые, развлекательные, скажем так, образа. Здесь всё-таки серьёзно. Разные были мюзиклы, и не только мюзиклы, есть драматические работы. Там, допустим, Ромео Джульетта, Синьорка Пулеттио в Театре нации, постановки Володи Панкова. Есть Каллигула в Театре нации, в постановке Некрошица. Там драматические роли. Некрошица правда так издевается над своими актёрами? Я видела Гамлета 4 часа на литовском языке. И не могла отвести глаза. Но что он делает с актёрами на сцене, мне прям реально их было жалко. Они там посыпались землёй, они там кричали и поливали их льдом. Ну, в общем-то, такой физический театр, в общем. Ну, над нами он не издевался. Я не скажу, что было легко, было сложно. Безусловно, было сложно. Я вообще не понимал, что он говорит, потому что он так с сильным акцентом. Очень тяжело было добраться до сути. То есть вы с сурдопереводчиком практически? Нет, ну не с сурдопереводчиком. Наш переводчик был Евгений Витальевич. Потому что когда я что-то не понимал, я говорю, объясните. Он говорит, сейчас. Быстро, моментально. И он великолепный педагог. Прекрасный режиссёр. Я не знаю, почему он до сих пор не ставит. Вот. Но это фантастика на самом деле. Работать с таким человеком. Кстати, у нас 5 лет играли «Каллигулу». И вот 26 числа у нас всё последний спектакль. Мы доигрываем и его снимают. Но 5 лет – это огромный срок. Да, для спектакля это очень много. Мне кажется, он раньше выветривается. Хотя есть такие долгоиграющие, как, например, Юнуна Авось, на котором я выросла, в общем. Но, честно говоря, вот я привела туда уже своего второго или третьего, мужа, я не помню. Но я поняла, что я выросла из спектакля. Уже он слишком громкий, он слишком такой вот... Уже какие-то новые нужны формы, новые ощущения в театре. Да, но это просто... Есть спектакль «Легенда». Вот, допустим, Иисус Христос у председателя в Моссовете. Это уже спектакль «Легенда». На нём выросло уже огромное количество поколений. Даже я был студентом, мы бегали, смотрели. Поэтому у этих спектаклей уже этот статус. Спектакль «Легенда». Поэтому их уже не трогают. Понятно, что они уже, может быть, и морально устарели и так далее. Не, ну почему они же обновляют? Они новых актёров туда вводят, новую кровь. Какой ваш любимый спектакль, ваша любимая роль? Моя любимая роль в мюзиклах – это, безусловно, в «Кэтс» с Кимблшенкс. Это такой железнодорожный кот. Он живёт в составе, в вагоне, он следит за всеми, чтобы громко не разговаривали, занимали свои места и так далее. Разносит чай и так далее. Ну, в общем, он очень-очень важный. Спектакль был очень яркий. Это первый был мюзикл в компании Stage Entertainment, который сейчас прочно основался на российской сцене, на московской сцене. Они большие, молодцы. Я их очень люблю и очень уважаю. И это была большая школа на самом деле. Дело в том, что я о кошках мечтал 13 лет. Я впервые услышал о кошках в институте. Мне дали кассету, я в наушниках послушал. Я влюбился. Я влюбился невероятно в эту музыку. И я представил, как это вообще возможно. Невероятно такой мир показать. И когда мне сказали, что кошки будут, я скрестил пальцы. Вы первые пришли на кастинг, сели и сказали, всё, я буду. Я сказал, да. Причём я был очень наглый. Я сказал, что кроме меня, в общем, никто и не будет. Никто лучше и не спрятал. Да, лучше и не так было. Но это, конечно, была наглость с моей стороны. Но, тем не менее, когда я пришёл на кастинг, нас пятерых Джилин Лин, это хореограф и постановщик этого спектакля, сразу отобрал и сказал, мы вас не хотим мучить, вы попадаете точно в образ, отдыхайте. Я понял, что я прошёл. Хотя очень сильно волновался, переживал. Трясся. Видели ли вы оригинальный мюзикл? Нет, оригинальный мюзикл я не видел, я видел только в записи. Поэтому, честно говоря, сказать оригинальный мюзикл, он абсолютно такой же, как и во всех других странах. Есть 2-3, может быть, вариации. Шутки какие-то на местной площади. Да, они же не шутки, нет. Конкретно, допустим, если там есть одна кошка, которая, допустим, если есть мальчик хороший, то это Джордж. Если это девочка хорошая, то это Электро. Вот. И в этом разница. Вот. Есть, допустим, в истории с Гролл Тайгером, такой старенький-старенький кот, Аспаргас, Гас. Старый кот-актер. Он едва двигается. Он такой, с трясущимися руками. И вот он вспоминает, как он когда-то играл в Королевском театре. Вот. И дальше его начинаются воспоминания, как он играет Гролл Тайгера. Такой корт-пират, разгрозный, в общем, кот. Вот. И там, в серединке, он поет песню. Вот. Песню, которую Эндрю Ллойд Уэббер сочинил как раз в первом варианте. Называется «Билли Маккол». Про смешного попугая пиратского. Вот. И он не всем нравился. Ему пришлось из маленькой мелодии, которая есть тоже в этом самом, он сделал такую пародию на итальянскую прекрасную арию. Там дуэт. Прекрасные белые кошечки, Гридл Бонн и вот этого Кролл Тайгера. И когда есть роскошные роскошные теноры, прекрасные сопрано, это идет такая пародия на оперы Пучини. Это какая-то Чи-Чио-Сан. Она действительно очень смешная. Они пародируют оперные клише, такие штампы. Вот. И она очень, там очень можно выигрышно показать голос свой. У нас режиссер, которая занималась с нами, которая ставит по всему миру, вот. Она сказала, давайте сделаем старику приятное. Он так переживает, когда берут вот эту итальянскую арию, а мы споем про Билли Макковула. Мы сказали, пожалуйста. и когда на премьеру приехал Эндрю Ллойд Уэббер, для него это был подарок. Он сказал, лучше подарка нет, вы поете Билли Макковула, это очень приятно. А у нас уже семь дней подряд шли так называемые превью, то есть предпремьерные показы. Точно так же сидели зрители, так же покупали билеты. И когда он приехал, я смотрю на наших постановщиков, они серые. Я говорю, Крисия, что случилось? Он говорит, она рассказывает, что были такие случаи, когда он приходил, и ему не нравилась постановка, у него есть вето закрыть эту постановку. Так было несколько раз. Так как она ставит постановки практически только она, потому что Джилен Лин приезжает и отбирает только, а именно постановкой занимается Кристин Картрайт. Она говорит, это было несколько раз в моей жизни, и это страшно на самом деле, это очень тяжело. И у него есть это право. И она тихонько подошла ко мне и сказала, ну, Марат, не подкачай. Тебя много зависит, потому что если ты не поднимешь... Дашь петуха, то всё, шоу закроют. Он смотрит уровень спектакля по номеру с Кимбл Шэнкс. Вот зараза такая. Я говорю, зачем вы мне это сказали? Я теперь ещё больше буду переживать. Но, тем не менее, всё прошло хорошо. Он вышел на сцену. Он сказал очень много добрых, хороших слов. Вообще, конечно, это большая гордость. Такой счастливый человек. Я стоял на одной сцене с группой Аббе и стоял на сцене с самим Эндрю Ллойд Леббером. Они тоже приезжали на Маму-Меде. Они тоже приезжали на Маму-Меде. Послушайте, в очень многих мюзиклах играли, но у мюзиклов не всегда были весёлые времена. Вы всё-таки пережили Норд-Ост. Да, было ещё такое. Вот эта трагическая страница. Как вообще? Вы же были в заложниках. Да, были же в заложниках, но не только я. Это, по-моему, страшнее, чем петь перед Эндрю Ллойдем Мамером. Ну, это просто разные строки. Там была, конечно, просто гордость и волнение. А здесь просто, ну, что сказать, паника, животный страх. Другого, как бы... И вы присидели там сутки, да? Вместе со всеми? Нет, мы сидели три дня. Три дня? Боже, какой кошмар. Мне почему-то казалось, что это меньше гораздо, как-то быстрее всех вытащили оттуда. Нет, было три дня. И вы ничего не ели? А есть не хотелось, потому что в состоянии шока у тебя очень выделяется сильный адреналин в кровь. Угу. И я вспоминал о том, что надо пить только тогда, когда язык присыхал к нему. Вот, когда уже же ворочится язык не мог, ты понимал, что, ой, надо же воды попить. А вам пить давали, да? Ну, такое водопроводное воду с хлоркой. То есть, ну, набирали там что-то и нам приносили. Да, воду давали. А что вы делали три дня? Вы просто ждали? Сидели. И сидели? Да. Ну, естественно, мы перезнакомились все. Мы старались друг друга поддерживать, рассказывать хоть какие-то веселые истории. Я рассказывал продолжение спектакля, чем кончится и так далее. Ну, вот. Это был такой прям мощный школа мужества, мне кажется. Я не скажу, что это какая-то школа мужества, потому что, ну, ну, вы же поддерживали других выводов. да, ну, просто вы поймите. Дело в том, что, как бы, у нас не было другого выбора. Вот мы сидим и сидим, мы понимаем, что если ты начнешь рыпаться и начнешь паниковать, убьют тебя и убьют твоих соседей, убьют твоих друзей. Вот. То есть, приходится сидеть и терпеть. Вот и все. Вот. А то, что мы друг друга поддерживали, рассказывали какие-то веселые истории, ну, понимаете, ну, 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 час ты можешь бояться, два, три часа бояться. Не может человек все время бояться. Он все равно потом начинает привыкать даже к такой ситуации ужасной. Абсолютно. Потому что были какие-то, ну, нестандартные ситуации. Там человек чихнул, все в ужасе, подскочили от страха, то, что что-то взорвалось, понимаете. И все начали смеяться. Причем смеялись все, и заложники, и террористы. И им тоже было смешно. Вот все, все рассмеялись. Потому что все понимают, что есть какие-то вещи, которые реагируют все люди. А не было какого-то страха потом перед сценой? Было. Было, да? Очень долго. Да, как раз вот после этого, вот как раз в кошках, мы там все время такое общение с залом, и кошки все время выбегают из зал. Вот. И мы с Андреем Богдановым, который как раз играл роль Саня Григорьева, пробегаем по залу, там такой большой проход, а там такой, значит, в проходе сидят женщины в хиджабах с замутанными глазами. В Москве? Да. Ну, пришли с детьми на спектакль. И у вас сразу сердце так... Боже мой, у меня ноги просто подкосились. Я еле-еле добежал. Вот. Вот. И у меня было такое ощущение, что я все время был на чеку. Да и в принципе и сейчас. Потому что когда, я знаю, когда поднимается уровень угрозы, да, ну, по Москве это бывает. Вот. то я просто смотрю пути отступления в театре, что первое, что первым делом. Где топорик, где огнетушитель, где запасной выход. где мой паспорт, где моя сумка с документами. И первое, что я должен делать, это бежать там либо на выход, либо, если не успеваешь на выход, значит, в гримерку, быстро открываешь окно, вылетаешь, выбрасываешь вещи и вылетаешь сам. Ух. А вы снимаете с кино тоже? Это совсем-совсем немного. Немного, да? Вы не хотите или просто как-то не складываться? Дело в том, что как бы, нет, почему же не хочу? Это очень интересный опыт для меня, но именно опыт. Потому что сниматься в кино это совершенно другой жанр. Это другая наука. этому тоже надо учиться. К сожалению, этому не учат в театральных институтах. Да. Это как правильно держать свет, это как правильно ловить фокус, не смотреть в камеру, что ты должен... То есть, это совершенно другая манера. Психофизика, да? Да, и манера игры. Потому что, когда в театре ты работаешь, ты даешь эмоцию, а для камеры это это как в микрофон закричать, понимаете? То есть, абсолютно спокойное лицо. Это минимум. То есть, чуть-чуть открытые глаза, это уже может быть перебор по эмоции. Понимаете? Поэтому этому нужно учиться. Вот. Ну и плюс ко всему моя азиатская внешность. Вот. Поэтому это достаточно узкий узкий тип ролей, скажем так. Все гастарбайтеры, они мои. Кого только не поиграл. Таджиков, узбеков, казахов. Там, ну, туркменов нет. Я даже один раз в Кавказ сыграл. Почему? Вообще не похож на кавказского человека. А по-моему, у вас очень такая южноамериканская внешность. Вы могли бы играть какого-нибудь наркобарона, например. Что-то такое. Ну, если бы позвали, то, пожалуйста. Вот. Поэтому, в общем, театр ваше всё. Пока, да. Но я как бы никогда не отказываюсь от кино, потому что это для меня опыт, и он очень-очень увлекательно интересен. Тем более, поющих актёров не так уж много. У нас в гостях был Марат Драхимов, человек, который не боится ни терактов, ни Андреа Ллойд-Вебера, ни роли Свидригайлова, в которой его можно увидеть до 19 июня в театре мюзикла. Спасибо, Марат. Спасибо вам. Всего доброго. Мы давно не говорили о кино, и сегодня у меня в гостях ко мне зашёл Алексей Боков, известный продюсер, который также продюсирует фестиваль «Зеркало» Тарковского, который пройдёт на этой неделе в Плёсе, Юрьевице и городе Иваново. Добрый день. Здравствуйте, Алексей. Расскажите, вот чем фестиваль «Зеркало» отличается, скажем так, от других фестивалей. Вот кинотавры позиционируются как наши канны, скажем так. А фестиваль «Зеркало» это что? Это Локарно, Роттердам, Берлин, может быть, Венеция? Да, я нигде так не видел такого позиционирования. Мне кажется, ну, если говорить о фестивале, вообще, вы знаете, какое количество фестивалей в мире или какое количество в России? Боюсь даже представить. Да. Ну, вот, только в России, по-моему, около тысячи с чем-то фестивалей. И это достаточно внушительно. А сколько вы фестивалей перечислите? Я вас боюсь, что в ситуации даже того, что вы находитесь в культурном пространстве и непосредственно занимаетесь этим, пальцев на руке хватит, я думаю. Вот. Фестивалям надо отличаться, они все разные, у них, очевидно, есть свое направление, и есть международные фестивали, есть фестивали, очень важные для российского контента, и кинотавры, очевидно, являются очень важными в ситуации России, потому что там российская программа, и, конечно, для российских кинематографистов очень важно быть и на волне актуальной и в собственной стране, и в международных фестивалях. Международные фестивали несут немножко другую миссию, абсолютно. Мы ни в коем случае себя не сравниваем с такими большими смотрами фильмов, как «Канны, Берлин» или «Венеция». «Венеция». Очевидно, что в ситуации Плёса, Иванова, Юрьевца, Кинишмы больше похожи, наверное, на «Сандэнс», «Трайбэка» фестивала. Вот я подумала, по ощущениям, скорее, это «Сандэнс». И мне так получилось много лет назад, около 20 лет назад, мне посчастливилось там побывать и даже быть каким-то небольшим таким стажёром, волонтёром. Вот. Я, конечно, эту атмосферу, наверное, заразился этой атмосферой. Конечно, на всех международных смотрах всегда приезжая. Я подчёркиваю, какие-то интересные вещи, актуальные. Мы являемся сейчас, наверное, я не побываюсь это сказать, в пятёрке самых актуальных фестивалей России. И очень бурно за эти пять лет изменили конструкцию, структуру. У нас 10 лет в этом году фестиваля, но за последние пять лет мы совершили действительно большой там революционный такой выход на нашу площадку российскую. Но основная задача фестиваля всё-таки международный аспект, и мы несем большую задачу для международного киносообщества, будучи возможной такой вот площадкой для международных кинетографистов приехать и участвовать в таком небольшом форуме, но в очень интересном, контентном, со своим авторским видением, действительно, с потрясающей командой кураторов и руководителей художественных, таких как Павел Лунгин, Андрей Плахов, и которым удаётся действительно чётко сформулировать вот то направление авторского фестивального кинематографа и позволить быть такой площадки сегодня, потому что благодаря фестивалям возможность есть не только у прессы и у зрителей, но в принципе кинематографистам существовать сегодня в кинопроцессах, потому что, конечно же, мейнстримы кинотеатра больше этого не позволяют, и если вы посмотрите на то, что существует сегодня в той же Франции, понимаете, я уже молчу об американском кинематографе, где никакого министерства культуры нету, нету никакого финансирования, но при этом при таком мейнстриме существует около тысячи с лишним, полторы тысячи залов, которые показывают только арт-хаусное кино, во Франции, например, там существует фонд, который 500-600 картин, то есть все время в данном случае на основе того мейнстрима, то есть все время помогает, но при этом не финансирует как Министерство культуры, при этом позволяет жить и все время взаимодействует с этими кинематографистами. У нас, к сожалению, на данный момент пока эту нишу занимают только фестивали, но фестивали действительно заняли эту нишу и очень являются активными площадками для прогрессивного сообщества быть вовлеченными в мировые кинопроцессы, видеть то актуальное кино, которое сегодня звучит везде. У нас будут премьеры международные, которые будут российскими, Гарри Бардин приедет прямо из Канн с фильмом своим, который только что поизвечал в Каннах, Игорь Ковалев, который параллельно в Нанси, весь международный конкурс, практически премьерный, который даже просто впервые некоторые фильмы будут показаны вообще, не говоря уже о России. Поэтому это достаточно трудоемкий такой процесс, который благодарный и формирует имидж России как актуальной информации. И мы видим сегодня, что Россия действительно очень актуальное пространство, и мы видим сегодня по тому вниманию, которое Россия притягивает благодаря режиссерам, допустим, театральным, кинорежиссерам. Как бы у нас малая толика не была, но благодаря этому все равно создается, и, например, в Вене последний фестиваль, который, и Богомолов, который потряс всех, то, что происходит, и это видно, и, конечно, это очень правильные процессы, и как бы не было тяжело всем сегодня, в связи с экономической ситуацией, в связи с тем, что все меньше и меньше меценатов, все меньше и меньше компаний, потому что нет никакой государственной программы, где была бы мотивация, стимуляция компаний поддерживать такие процессы, но все равно есть прекрасные партнеры, есть прекрасная ситуация того, что люди соглашаются, действительно, имя Андрея Арсеньевича, Тарковского, оно настолько, наверное, непререкаемо, что, знаете, действительно, люди, ну, просто реально соглашаются и реально участвуют в процессе, и это снимает многие вопросы, иногда часто коммерческие или еще что-то, потому что благодаря этому имню, какому-то ангельскому увлечению и вниманию мы можем делать вот такой вот актуальный смотр. Мне кажется, что Тарковский, ты, может быть, даже единственный российский режиссер, который хорошо известен там и здесь и одинаково уважаем, почитаем. Таким образом... Это единственный режиссер, наверное, который входит вообще в список гениев российский. Таким образом, зеркало получается такой оазис авторского кино. После Зинштейна, наверное, я делаю это Зинштейна. Ну да, Зинштейн был раньше, Тарковский был позже. Вот у нас недаром фильм его, мой любимый, кстати, «Зеркало крутится». У нас фестиваль называется. Я знаю, что в юбилейном фестивале будет очень интересная программа. Мне интересно, там вот есть и анимация, и документальное кино, и западное кино, и российское кино. Как вы так все собрали вместе? Ну, это не только в юбилейном дело в том, что... Это всегда такая структура фестиваля. В данном случае, там, пять лет назад, когда мы изменили структуру, и у нас очень появился международный сильный конкурс, основной, потом у нас появилась, соответственно, конкурсная программа документального кино, анимации, обе программы существовали, потом мы сделали спецпроект с Момо, и сделали очень важный аспект видеоарта, и на сегодняшний день это, конечно же, очень авангардная история соединения авторского кинематографа и авторского видения современных художников, это очень важный процесс. Вот. Касательно программы «Свои» и такой массовой истории того, что не конкурсно, а что уже было в прокате и не доезжало, допустим, до Иваново, это такая, ну, разная аудитория фестиваля любит, то есть есть глубокие интеллектуалы, которые придут на конкурсные фильмы международные и действительно ищут какого-то нового имя автора того Тарковского, есть почитатели большого кинематографа, и у нас есть Тарковский контекст, где мы показываем шедевры от Андрея Арсеньевича фильм, от Андрея Рублева или Висконти фильма до сегодняшних таких богов, которые приезжают Йос Стеллинг, Абель Феррара, Густава Денберге и так далее, то есть и, конечно же, программы свои, российские фильмы актуальные, прошедшие за этот год, которые победили на тех или иных фестивалях, там победитель того же Кинотавра Ани Меликян или же Мендадзе или же многие другие потрясающие режиссеры или Метаморфозис мой любимый, то есть те фильмы, которые уже прозвучали в этом году, они в программе свои, возможно, зрителям посмотреть, то есть это разные аспекты программ, вот, и анимация в этом отношении очень разная, и в прошлом году у нас был потрясающий Константин Бронзиц своей ретроспективой, который уже оскаровский номинант не единожды, и возможность посмотреть вот премьеру российскую его фильма, который потом был номинирован на Оскар, и все за него болели последний раз, ну, то есть это потрясающе, а в этот раз великий Норштейн, помимо Гарри Бардина, покажет свою еще недомонтированную шинель, ну, то есть помимо каких-то вещей ретроспективных, как ежика и так далее. То есть вы собрали такую команду, благодаря которой вот спектр вот этого вот просто праздника кинематографического становится возможным. Ну, команда и, наверное, еще стремление расширить границы для зрителей, потому что понятно, что киноведы и прессы в первую очередь интересуются премьерами и как бы конкурсными фильмами, но зрители, они шире и вот как раз-таки посмотрите на любой фестиваль, московский, любой международный фестиваль, он всегда, у него много параллельных программ, есть конкретные поводы и что в данном случае в связи с тем или иным поводом происходит. Ну, московский слишком большой для меня, там просто не успеваешь все посмотреть, там всегда какие-то очереди, толпы. Мне очень нравится именно камерность и локальность зеркала. Да-да-да, но это не мешает нам, допустим, там так же, как в московском, мы в прошлом году делали такую двояку, у нас один и тот же куратор, Михаил Радгалс, например, делал фазбиндеры спецпрограмму и на зеркале, и на московском киностиле, и они были абсолютно разные, но при этом они перекликались, и мы делали такие эхо-скрининги в Москве, то есть мы очень много замыкаем, ну, допустим, в этом году мы с московской компанией Art Caruar договорились, что мы покажем победителей, которые, мы еще не знаем, кто будет победитель, но ровно на следующий день после церемонии закрытия 20-го числа в октябре мы покажем победителя, то есть, как бы, в данном случае вот эти мостики между временем, пространством, они возможны сегодня, и понятно, что я вообще ратую за будущее, и, конечно же, Тарковский фест онлайн когда-то будет более сильно развит, и возможность попасть не через куратора, а через зрителей, нет, и сейчас можно заявку подать, но сейчас все, понятно, что времена меняются, интернет плотно в нашей жизни не только как язык коммуникации, но и как доставка сообщения, как возможность по миру иметь жюри, которое бы голосовало, то есть, не только, когда народ голосует тем или иным просмотром, ну, то есть, иметь экспертное жюри из 25-35 великих режиссер, которые с удовольствием будут отсматривать, допустим, зрительское, что-то связанное именно непрофессиональным кинематографическим или профессиональными, но не прошедшими по какой-то еще лесенке попавшими в стезюк фестивальную, это тоже большая история. Это классная идея. Я искренне верю, что это тоже наше будущее, и я думаю, что рано или поздно ну, все к этому придут. Тарковский.дудком. А почему плюс, мне интересно, это какие-то особенные места дорогие для Тарковского? Почему там начался фестиваль? Ну, Ивановская земля изначально это очень дорогое место, и, конечно же, Юрьевец. Плюс, ну, вам стоит там побывать, чтобы понять... Я там была, да, там потрясающе, это наша швейцарская Волжская ривьера. Почему переклик с Сандэнсом или с Трайбэкой, ну, то есть, это вот небольшой... Понятно, что основные активности, основные массы в Иваново, и у нас фестиваль между четырьмя-пятью городами происходит, у нас много всех показов, но Плю со своей Волгой, со своей вот этой набережной, с небольшим таким фестивальным там маленьким Левитан-Холлом-Дворцом, он такое... Он формирует атмосферу определенную, и так же, как Иваново, так же, как Юрьевец дает свою виды, вот те, которые мы наблюдаем в зеркале, и вот как бы в данном случае даже вот кадры некоторые на Волгу, да, то есть, это Юрьевец, Плюос, ну, то есть, многие вещи, которые так или иначе связаны непосредственно с Андреем Арсеньевичем, ну, они впечатляют это, и очень многие, для очень многих является вдохновением, вы знаете, очень многие режиссёры, да, приезжают и уезжают туда, понимают, ну, вот как будто они этого воздуха вдохнули, они теперь понимают больше, потому что очень много людей не просто, которые ценят творчество, и действительно язык Андрея Арсеньевича является для них основополагающим, очень много последователей, которые используют этот язык, поэтому для них прикоснуться к этому просто воздуху, ракурсу видения, зрением, своим визуал, все визуалисты очень важно. Ну, это правда, вот как говорят про Францию, что настоящая Франция это не Париж и не Лазурное побережье, а всё, что между, так и Россия, это не Москва и не Петербург только, а вот такая глубинка, которая, мои, например, западные друзья, когда приезжают, они говорят, вот, вот это настоящая Россия, для них очень важно посмотреть. Я думаю, что и для русских людей сегодня, ну, вообще для россиян, я имел в виду ненациональный фактор, очень важно вообще знать, я люблю очень сильно там многие, я вот стал больше путешествовать и, конечно же, какого-нибудь Михайловская, я не знаю, или же Владимир. вы же делали фестиваль до Влада. Да, да, ну, то есть, там, Владимир, ну, то есть, какие-то питерские места под Питером, там, Балтика, ну, то есть, я Карелию очень люблю, ну, то есть, какие-то, там, монастырь Сверского, допустим, паломничество, ну, то есть, какие-то вещи, они, они реально такие у нас потрясающие, они настолько вдохновляют, мне кажется, это не сравнивает, не надо сравнивать, там, каждое путешествие, там, будь то за границей или внутри, оно несет свое, что у нас действительно очень красиво, очень потрясающе, и как-то здесь ты по-другому, то, что там, ты смотришь все-таки, ты визуально, ты вдохновляешься одним, а здесь у тебя как будто энергия, ты питаешься собственной землей, и ты реально, еще у нас мы все патриоты, и у нас всех гордость за эту картинку красивую, за то, что мы получаем это удовольствие. да, энергетика. Алексей, мне очень нравится ваш подход, мне кажется, в этом успех вообще, вот вашего Бока Фактори, в том числе, потому что у вас американская школа и грамотный менеджмент сочетается вот с ощущением наших реалий, вы грамотно все это сочетаете. Какие у вас еще будут проекты, расскажите, у вас лично, помимо фестиваля. Ну, я, честно говоря, думаю, что в моем случае, конечно же, инновации и вообще как бы стык культуры и инновационных на сегодня процессов, которые происходят, это самый важный фактор. Это вообще будущее, мне кажется. Ну, это уже настоящее, и у нас есть такой проект, как культурный код, мы делаем хакатоны, вы знаете, что такое хакатоны? Хакатоны – это hack and marathon, это конкурс, образно, кодеров, которые, и очень многие… Взламывают на скорость с сайта Пентагона? Они создают прототипы приложений по той или иной задаче, которую им ставят на соревновании. Но, как правило, у нас сегодня прогрессивные хакатоны проводят либо финансовые структуры, либо промышленные, либо сами технологические компании, типа Яна Камеру, там, и так далее. Непосредственно в культуре этого никто в России не делает. И мы создали компанию, ну, в данном случае проект «Культурный код» вместе с ассоциацией разработчиков, именно в связи с тем, что вот соединения, где кинематографисты могут ставить задачи, допустим, по тому или иному, чтобы там думать о Тарковске в фест онлайн, или вообще думать о кинофестивалях, чтобы процессы арты, музеи, гиды и правильное соединение виртуальной реальности. Или же мы городские процессы запускаем там, например, там с Патрик Кедейли сообществом сделали там интересный конкурс на лучшее приложение касательно того, что интересно самообществу людей там вместе с Институтом Стрелка. Вообще-то очень благородная миссия, потому что культура вываливается. Здесь помимо благородства, нет, она никуда не вываливается, просто ну как бы, так как в этом нету мейнстрима, этим никто не занимается, но это не говорит о том, что завтра сюда мейнстрим не придет, ну потому что просто, я не знаю, там любой мы там сделали в рамках форума инноваций телевизионный хакатон, допустим, с СТС, там, да, второй экран и так далее. Там и стало понятно после многих прототипов, которые, что кастинги на сегодня, они все унифицируются, превращаются в приложение, что многие процессы телевизионные, будь то технологические или же агрегаторские, они все требуют ухода в приложение. Уберизация сервисов происходит во всем. Человек, который сидит в Владивостоке и может доставить какой-то контент или какая-то история может впрямую попасть на фестиваль и так далее, она должна уже быть. И то есть для этого должны быть вот такие площадки, как культурный код, где соединятся люди, желающие этих процессов в тех или иных индустриях, кино, кинопродакшн-компании, в данном случае институты, такие как Стрелка, которые занимаются урбанистикой, или же мы там с галереей Марс сейчас думаем об арте, визуальных аспектах, вообще арты музея, хакатоны, музыкальные, да, хакатоны и вообще все, что связано с музыкой, то есть есть как бы огромный пласт уже структур, которые запускают свои приложения, все музеи или же даже государственные компании, есть кодеры, которые никак не соответствуют и не соживут, и в данном случае там большой потенциал именно нашего вот этого конкурса «Культурный код» в том, чтобы соединить эти два направления, и чтобы кодеры могли быть в диалоге с этими людьми из индустрии, тех или иных культурных аспектов и задач, и как бы соревноваться, и предоставлять прототипы, как дальше из этого будет жизнь, кто будет выбирать сотрудничество, мы как раз являемся некой площадкой, где эти люди встречаются и уходят от нас, уже как бы встретившись, да, и создают уже другие, мы не собираемся сами продвигать эти приложения, наша задача соединить людей как бы из культуры и из технологий. Прекрасно. Бог и факторы connecting people, так сказать. Алексей, это потрясающая идея, мне кажется, что как бы вы на два шага уже впереди настоящего. Спасибо. Спасибо, что вы к нам пришли и посмотрим 20 числа в октябре победителей «Зеркалофест», хотелось сказать, фестиваля Тарковского. Тарковского зеркала. Спасибо. Спасибо. Одесская киностудия не представляет. В рубрике «Живая музыка» мы продолжаем разговоров о новом прочтении фольклора с одной восьмой коллектива Jazz Dance Orchestra Ирина Кононова, Олег Лунстром, простите, Вадим Иванов, Зайдин, Зайдин, и их менеджер прекрасный, Тина Нургалеева. Привет, ребята. Привет, привет. Куда вы дели всех остальных? Не поместились. Они проповедь ждут на проходной. Ваш оркестр существует, оказывается, уже 12 лет, а мы-то и не знали, что такая красота существует. С чего вы придумали вообще петь? Ван Глук тоже очень долго шёл, к славе. Да, и практически после отрезанного уха, мы сейчас не будем повторять его эксперименты. Как вы придумали именно Jazz, именно Dance и именно оркестр соединить? Три хороших слова я совместил вместе. Звучит, оставил. Много читали кроссвордов и решили, что по вертикали, по горизонтали сходятся. Кроссворды такие, по диагонали я решил. И вот сошлось. Вадим, я так понимаю, лидер проекта. Да, тот человек, который всё придумал, который всё это сотворил. С которого всё и спросится. Да, и в общем-то, то, что мы пишем всегда в пресс-релизах, волшебный канон Рождества. А, да, да, да. Люблю почитать пресс-релизы. На ночь. В 2004 году была первая репетиция коллектива, который в дальнейшем стал носить название Jazz Dance Orchestra. Волшебный канон Рождества. Мне почему-то сразу представляется Снежная улица, бедные голодные музыканты стоят где-нибудь под елью, играют по синевшим рукам. Снежная улица. Он подогнал, говорит, пойдёмте в студию, будет репетировать. Почти всё так. И вот начался ваш дэнс-джаз. Да. Jazz Dance. Jazz Dance начался. Jazz Dance. И где вы играете? Хотел сказать, на свадьбах и дискотеках. На свадьбах, дискотеках, на... В барвихе на днях играли. Неплохо, неплохо. Там тоже была свадьба и дискотека. То есть можно и послушать джаз, и потанцевать, и попеть, и как-то... Можно. И послушать, и потанцевать, и попеть. Всё можно. Прекрасная идея. Очень много песен, разные программы. Кому пришла в голову идея начать петь фольклор в стиле джаз? Опять мне. Вначале мы это делали инструментально, а потом... Нашли прекрасную Ирину? Да, и стали петь. Ирина, где вас нашли? В канун какого Рождества? Нас нашли... Мы нашлись через общего друга, да, саксофониста. Вы очень удачно украсили, разнообразили этот суровый мужской коллектив. Спасибо, да. У вас очень интересный голос. Он действительно, можно петь, мне кажется, и фольклор, и джаз спокойный, то и другое. Ну, наверное, да, всё-таки я как-то стараюсь... Было бы умение. И это я не к тебе, а вообще любым голосом. Да, если человек умеет, не важно, какой голос, но в данном случае и голос. А мне кажется, это разные две манеры всё-таки. Ну, мы на самом деле не... Ну, мы же не в народной манере. Мы не придерживаемся какой-то одной. У нас не сказать, что это джазовая чисто манера, или поп, или фольклор, это какая-то такая комбинация. Мы экспериментируем. Живой комбинации. Коллектив, да. Музыканты джазовые. Ирина у нас мейнстрим какой-то, фанка-поп, что-то такое. Главное уметь. Звучит его неплохо, неплохо. Дина, где выступает коллектив? Расскажите. Что-то, может быть, послушаем. Живиём скоро. Конечно, обязательно послушаем. Скажем так... Наша страничка — слово менеджера. Слово пастыря. Слово пастыря — это хорошо. Мы послушаем что-то из программы каверовой, то есть на английском языке будет исполнена дэнсовая композиция, которую вы вряд ли узнаете. И любимая композиция из русской программы. Ну, а услышать можно, вот, например, в ближайшее время будут два совершенно разных концерта в Москве. Если мы рассчитываем на аудиторию жителей нашей столицы, то это будет на следующей неделе в ресторане, клубе, который называется «Радио Сити». Отличное место, кстати. Да, там очень много экспатов. Да, да, мы сами туда с мужем ходим смотреть регби иногда. Регби? Заходите в соседний зал. Там отличный концертный зал. Это какое число? Это 17 июня. 17 июня «Радио Сити». А еще? И 3 июля тоже любимый экспат месте в 16 тоннах. Так уведут у вас Ирину, берегите ее от экспатов. Сколько вы водили, никто не увезет. Никто не увезет. Наш суровый мужской коллектив. Не цепились. Не пускайте Ирину замуж за рубеж. У нас связано оковами. А, уже связано. Извините, дорогие зрители. Шанс потерян. Что вы нам споете сегодня? Сегодня споем как раз две композиции. Пару песен. Пару песен, да. Одну вещь, которую как раз Дина сказала, вы, наверное, не узнаете сначала. Моя любимая вещь. И вторую тоже. С самого начала вы тоже не узнаете. В прекрасных хранжировках Вадима. Итак, неузнаваемая музыка в аранжировке Jazz Dance Orchestra. А мы прощаемся с вами, Дина. Это тебе. Пойдем. Пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катя бережно торгуется, Все боится передать. Парень с девицей целуется, Просит цены набавлять. Да, парень с девицей целуется, Просит цены набавлять. Подставляй-ка губки алые, Ближе к молодцу садись. Да, подставляй-ка губки алые, Ближе к молодцу садись. Катя бережно Trudy Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попорожница-коровушка На покров домой приду От тебя, моя зазновушка Божью церковь, да поведу От тебя, моя зазновушка Божью церковь, поведу Ой, да знает только Ночка темная Тайна, поводили они Распримись, ты рожь, высокая Тайну святую, да сохрани Да распримись, ты рожь, высокая Тайну святую, да сохрани Да распримись, ты рожь, высокая Тайну святую, да сохрани Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok